Петербургский троллейбус. Система троллейбусного движения в Санкт-Петербурге была открыта 21 октября 1936 года. Активно развивалась до начала 1990-х годов. После распада СССР объемы движения постепенно сокращаются. По состоянию на июль 2015 года действует 45 троллейбусных маршрутов. Списочная численность троллейбусов превышает 700 единиц, обслуживаемых в четырех троллейбусных парках. Троллейбусное хозяйство города находится под управлением ГУП «Горэлектротранс». История. К началу 1930-х годов в Ленинграде существовала развитая система трамвая. Но в целях улучшения пассажироперевозок нужно было внедрение качественно нового вида транспорта. 29 сентября 1933 года было принято решение пустить в городе троллейбус. 21 октября 1936 года по маршруту Красная площадь, проспект 25 октября, улица Гоголя, бульвар профсоюзов, площадь Труда прошел первый. Ленинградский троллейбус. В течение следующих трех лет было открыто еще три троллейбусных маршрута. Линия по четной стороне набережной реки Фонтанки, улица Чайковского, Литийному проспекту и Литийному мосту связала центр города с Финляндским вокзалом. Линия по Лермонтовскому проспекту обеспечила троллейбусную связь с Балтийским вокзалом. Затем была построена протяженная линия из центра в Московский район, к еще строящемуся троллейбусному парку номер один. В 1937 году произошла крупная авария. Троллейбус ЛК, пробив ограду, упал в Фонтанку. Погибли 13 человек. В 1938 году троллейбусы ЛК были сняты со всех маршрутов и списаны. До 1941 года был открыт еще один маршрут троллейбуса. Также по Старопетерговскому проспекту до площади Статчик, а затем до Автова был продлен маршрут номер два. На тот момент количество троллейбусов составляло 133 единицы. Протяженность маршрутов увеличилась с 5.8 километров. В 1936 до 36,6 километра ежедневный выпуск составлял до 76 машин. Дальнейшее развитие прервала Великая Отечественная война. 20 ноября 1941 года троллейбусное движение было прекращено и возобновилось только после снятия блокады Ленинграда. 24 мая 1944 года. Начиная с этого момента троллейбус начал бурно развиваться. Сеть частично реорганизовали, провели сеть по главным магистралям города. К 1956 году в городе было уже 14 троллейбусных маршрутов. Довольно развитая сеть была в центральной части города. Появились троллейбусы также и на Васильевском острове, Петроградской и Выборгской стороне. В автовой на Охте с 1965 года троллейбусы потянулись в новостройки Ленинграда. На север, юго-запад остров Декабристов. Чуть позже Купчино, еще позже Веселый поселок. К 1991 году число маршрутов троллейбуса достигло своего максимального количества 50, а списочная численность троллейбусов превысила 1400. В 1982 году, после успешного испытания троллейбусного поезда, состоящего их двух троллейбусов ЗИУ-9, соединенных по системе Владимира Виклича, в Алмате, на Ленинградском заводе по ремонту городского электротранспорта было освоено их производство. На начало 1990 года предприятия Ленингрэлектротранса успешно эксплуатировали 111 поездов. Экономический эффект от их использования составлял 4962 рубля на один поезд в год и был самым высоким в СССР. Суммарный экономический эффект от их внедрения в городе на 1990 год составил 2,51 миллиона рублей. В конце 1980-х годов был разработан план по строительству троллейбусной системы в городе Гатчине с последующим соединением сети Гатчина и Ленинграда, но в начале 1990-х проект был заморожен. С 1992 года развитие троллейбуса практически прекратилось. Троллейбусное хозяйство стало приходить в упадок, что вынудило в скором времени закрыть ряд маршрутов, а на некоторых участках даже был произведен демонтаж. Лишь в марте 2012 года был открыт небольшой участок сети в районе новой застройки Юго-Запада, от улицы Дублести до проспекта Героев. Перспективы. 13 декабря 2007 года на заседании правительства Санкт-Петербурга был рассмотрен проект программы развития городского наземного электротранспорта на 2008-2012 годы. Этот проект предусматривал создание пяти новых троллейбусных линий, приобретение 340 современных троллейбусов, повышение скорости движения троллейбусов на 30%, сокращение численности подвижного состава до 600 единиц. Маршруты. Действующие маршруты. Самым протяженным маршрутом является первые 19 километров, самый короткий 47-й маршрут 3 километра. Ранее самым протяженным был 12-й маршрут 21,2 километра. Закрытые маршруты. Неиспользуемые линии или демонтированные в 1992-м ЕГГ. Краснопутиловская улица не используется от Комсомольской площади до Автовской улицы, демонтирована от Автовской улицы до площадь Конституции. Движение прекращено в декабре 2000 года в связи с электрификацией железной дороги до порта. Линия частично демонтирована в 2004 году. Улица Бабушкина окончательно демонтирована к 1994 году. Улица Гидротехников, линия на всем протяжении улицы не используется для регулярного движения. До 2000 года использовалось троллейбусом 30-го маршрута. Троллейбусное кольцо на улице Жака Дюкло. В разные годы использовавшийся под оборот троллейбусов нескольких маршрутов, следующих от Политехнической улицы. Например, 21-го маршрута в середине 1990-х годов перед размывом в Петербургском метрополитене. А также технических троллейбусов двух парков 6-го и СТТП. Линия и Стрелка существует и поныне. Старопетерговский ПР. Рижский ПР. Демонтаж в 1995 году. Набережная обводного канала Измайловский ПР. Демонтаж в 1991 году. Улица Егорова. 2-я Красноармейская улица. Советский переулок. Разворот. Регулярное движение прекращено с 24 мая 2006 года. Днепропетровская улица. Курская улица. Лиговский ПР. Ковенский переулок. Улица Радищева. Озерной переулок. Полностью демонтирована в 2010 году. Через три года после реконструкции Лиговского проспекта. Проспект наставников ПР. Энтузиастов не используется в регулярном движении с 1 января 2007 года. Кронверкская улица. Бол. Монетная улица. Улица Щипаева. Гренадерский мост. Гренадерская улица. Бол. Сампсоньевский ПР. Улица Комиссара Смирнова. Лесной ПР. Не используется в регулярном движении с 2000 года. Левашевский ПР. Большой Крестовский мост. Петроградская улица. Морской ПР. Рюхина улица. Линия закрыта. 1 мая 2002 года. В настоящее время демонтирована ординарная улица от Большого ПРПС до Левашевского ПР. Не используется в регулярном движении с конца 2005 года. Суздальский ПР. Придорожная аллея. Не используется в регулярном движении с 2000 года. Московский проспект. Не используется в регулярном движении с 31 декабря 2006 года. Поворот с проспекта Металистов на шоссе Революции. Из шоссе Революции на проспект Металистов не используется в регулярном сообщении. Поворот за Невского проспекта на Новочеркасский проспект не используется в регулярном сообщении. Поворот с улицы Подвойского на проспект Большевиков не используется в регулярном сообщении. Поворот с улицы Дыбенко на проспект Большевиков не используется в регулярном сообщении. Московский проспект от Загородного проспекта через Сеную площадь, переулок Гревцова до Казанской улицы. Демонтирована примерно в 1990-1994 годах. Подвижный состав. В настоящее время эксплуатируется следующие типы машин. Одиночные. ВМЗ-5298 различных модификаций. ЗИУ-682ВХХ. ЗИУ-682ГХХ. ВМЗ-5298-01-50. Авангард ПТ за 5283 различных модификаций. Аксом 101ПС ТРОЛЗА 5265 Мегаполис ТРОЛЗА 5264-01. Столица ТРОЛЗА 5275-06. Оптима МТРЗ 6223. Сочлененные. ЗИУ-6205 и ЗИУ-62052 различных модификаций. ЗИУ-683БХ. ТРОЛЗА 6206-01 Мегаполис. Период 01-2008-04-2008. В городе проходили испытания троллейбуса ТРОЛЗА 5265 Мегаполис. Номер 2500. ЛАС-Е183. Сити. Номер 3001. ПТ-6231. Номер 3000. Белком УНМАШ 321. Номер 2400. Целью испытаний стало выявление более надежной и лучшей модели для последующей закупки. Также летом в городе проходило испытание низкопольный белорусский троллейбус модели 42000-3А. ВИТОВТ. Планировалось купить 10 таких троллейбусов, но в середине августа планы изменились. Троллейбус увезли обратно на завод. А вместо 10 троллейбусов модели 42000-3А было закуплено 15 троллейбусов модели 321. Ежегодно производится обновление подвижного состава троллейбусных парков. В 2007 году поступило 59 новых машин, а в 2008 году поступило 108 троллейбусов. Капитальный ремонт одиночных и сочлененных троллейбусов осуществляется на Петербургском троллейбусном заводе с полной заменой кузова. По строениям новой рамы служебный парк представляет реле-кары КТГ-1 и КТГ-2. Ранее также эксплуатировались модели ЯТБ-1, ЛК-5, ЯТБ-4, Ленинград-1, МТБ-82, Сварс, ТБУ от 1 до 1 машина, ВРЗ от 1 до сочлененная машина, ЗИУ-5. С 1982 по 21 октября 2002 года эксплуатировались более 111 троллейбусных поездов, состоящих из двух троллейбусов ЗИУ-9, соединенных по системе Владимира Виклича. Последние троллейбусные поезда использовались на маршруте номер 25. Троллейбусные парки. Троллейбусы Санкт-Петербурга обслуживаются четырьмя парками, все они осуществляют регулярный выпуск машин на линию. До открытия первого троллейбусного парка с 1936 по 1940 годы для размещения и ремонта троллейбусов было реконструировано третье депо трамвайного парка номер 4 имени Смирнова. Троллейбусный парк номер 1 был открыт в 1940 году на Сызранской улице 15, расформирован 10 июля 2011 года. Троллейбусный парк номер 1 открыт в феврале 1972 года как троллейбусный парк номер 4. После закрытия парка на Сызранской улице стал наименоваться парком номер 1. Все бортовые номера троллейбусов унифицированы и начинаются с цифры 1, 59, 85, 694 градуса северной широты 30, 28, 556 градусов восточной долготы, 59, 85, 694, 30, 28, 556. Троллейбусный парк номер 3 площадка номер 1 открыта в 1965 году. Бортовые номера троллейбусов начинаются с цифры 3, 59, 90, 250 градусов северной широты 30, 39, 28 градусов восточной долготы, 59, 90, 250, 30, 39, 28. Площадка номер 2 открыта в конце 1952 года как троллейбусный парк номер 2. Бортовые номера троллейбусов начинаются с цифры 2, 59, 969, 861 градусов северной широты 30, 366, 250 градусов восточной долготы, 59, 969, 861, 30, 366, 250. Совмещенный трамвайно-троллейбусный парк открыт в октябре 1981 года. Бортовые номера троллейбусов начинаются с цифры 5, 60, 0, 4000 градусов северной широты 30, 42, 778 градусов восточной долготы, 60, 0, 4000, 30, 42, 778. Троллейбусный парк номер 6 открыт в марте 1985 года. Бортовые номера троллейбусов начинаются с цифры 6, 59, 99, 583 градуса северной широты 30, 28, 778 градусов в, д, 59, 99, 583, 30, 28, 778. Все троллейбусы Петербурга имеют четырехзначный бортовой номер. С 1970-х годов первая цифра бортового номера совпадает с номером троллейбусного парка, к которому приписана машина, музей электротранспорта. На сентябрь 2011 года имелось четыре единицы восстановленного исторического пассажирского подвижного состава, по одной единице модели ИЯТБ-1, МТБ-82Д, ЗИУ-5Г и ЗИУ-9, также два служебных троллейбуса моделей КТГ-1 и КТГ-2. В честь 75-летнего юбилея 22 октября 2011 года состоялся парад, в котором принимали участие ИЯТБ-1 номер 44, 1936 года выпуска МТБ-82Д номер 226, 1947 года выпуска ЗИУ-5Г и номер 143, 1967 года выпуска ЗИУ-682 байта номер 4409, 1972 года выпуска КТГ-1 номер ТЛ-1, 1976 года выпуска. К ним присоединились современные машины БКМ-321 номер 3441, 2008 года выпуска ВМЗ-5298,01-50, Авангард номер 2328, 2010 года выпуска ТРОУЛЗ-5265, МЕГАПОЛИС-6401, 2010 года выпуска. Троллейбусы проследовали от площади Александра Невского через Невский проспект до Коногвардейского бульвара и обратно оплата проезда. С 1 января 2016 года стоимость разового проезда в троллейбусе составляет 30 рублей, проезд оплачивается кондуктору. Для проезда действительно также проездные билеты длительного пользования различных видов на основе БСК. С лета 2013 года для контроля и считывания БСК также используются стационарные валидаторы СЭКОП, установленные в количестве нескольких штук в салоне троллейбуса. В сентябре-октябре 2007 года в троллейбусах 17 маршрута проводился эксперимент по введению турникетов для контроля оплаты и проезда. В 2014 году начат эксперимент в троллейбусах 8 маршрута по установке терминалов по продаже билетов. В этом режиме первое время кондуктор присутствовал, но билетов не продавал, а осуществлял размен денег и помощь пассажирам. В настоящее время троллейбусы работают без кондукторов, однако на линии усилен режим контроля. Ежедневно на смену выходят около 10 контролеров.